Баскетбольный мяч В 2009 году спортсмены начали осваивать фристайл, и сегодня для них это что-то гораздо большее, чем просто увлечение. Мне всегда нравился фристайл, то есть футбольный, я когда был маленький, мне очень нравились эти трюки. Я как бы играл в футбол, но меня не интересовал футбол. Мне нравились, то есть были видеороги Джога Бунита, вот футболисты, которые как бы профессиональные, но они пропагандировали красивый футбол. Вот ты не играй жестко, не симулируй, не флоп, ты играй красиво, покажи красоту. Вот именно сама идея, покажи красоту, она как бы переросла, и я без этого никуда фристайл. Удивить кого-то, чтобы понравилось. Каждый сейчас ищет свой стиль, свои фишки. Нельзя научиться ему полностью, нельзя закончить это обучение. Каждый может делать все, что хочет. Во фристайле что хорошо, нет никаких рамок, ты делаешь то, что ты хочешь. Шаг за шагом ребята изучали новые элементы и комбинации. Возникали трудности, но парни не сдавались. И сейчас знакомы уже со многими хитростями искусного владения баскетбольным мячом. Свои умения Илья и Дима демонстрируют на различных мероприятиях и праздниках. А еще соревнуются с другими фристайлерами в интернет-онлайн-баттлах. Для этого снимают и монтируют видео. Кстати, на персональных страничках ребят в соцсетях их накопилось уже достаточно много. Баскетбольные фристайлы У фристайлеров есть свой сленг, поэтому некоторые слова из лексикона ребят, такие как флоу, даблбол и спин, нам были непонятны. Как оказалось, это стили фристайла. Есть флоу, когда ты делаешь трюки с одним мячом. То есть вот флоу, это все фишки, которые с одним мячом делаются, это называется флоу. Есть даблбол. Даблбол это тот же самый флоу, только с двумя мячиками. Так же есть спин. Спин это все кручения, которые есть. То есть... Все кручения это спин. И жонглирование. Четвертый стиль. Это все. Вот, ну это четыре основных стиля, которые существуют. И каждый фристайлер старается развивать все, но какие-то элементы, какой-то стиль у него преобладает. Ребята с такой ловкостью вращают мяч на пальце, что если не знать законов физики, то можно подумать, что это волшебство. Кстати, этот трюк считается одним из самых элементарных. Мы тоже решили попробовать сделать пару простейших упражнений. И вот, что из этого вышло. Это новое движение, я не знаю. Это новое движение. Оно смотрится круто. Ну что, я учился два года. У меня получается. А человек приходит, придумывает новое движение. Ну что это? Ребята во время выполнения трюков как будто бы становятся единым целым с мячом. В их руках он такой послушный, что просто диву даешься. Это все тренировки, конечно же. Привыкаешь к мячу очень сильно. Если тренируешься по шесть часов в день, и ты с ним просто не расстаешься. Ты ешь, спишь, гуляешь по городу, с ним идешь. Такой он у тебя из рук не вырывается вместе с телом. Кстати, Диме Ильченко всего 15, а его рост уже составляет 191 сантиметр. Поэтому с мячом на площадке он смотрится очень гармонично. Мечтает парень о том, чтобы баскетбольный фристайл стал делом его жизни. Я живу баскетболом как бы. Ну, у меня везде баскетбол. По телевизору баскетбол, в компьютере баскетбол, на улице баскетбол. Я не знаю, что мне еще в жизни интересует. Поэтому я хочу, баскетбол это все. Баскетбольный мяч это все. Все, что я делаю на баскетболе, на площадке, это все в моей душе. Я вот, ну, так же Илюха меня как бы завел в эту пучину. Я не могу из нее выбраться. Илья с Димой одни из немногих, кто занимается баскетбольным фристайлом в Украине. Ребята стремятся развивать это спортивное движение, чтобы как можно больше людей стали их единомышленниками. Ведь фристайл это очень занятно и зрелищно. Попробуйте сами, может и у вас получится.